Российские военнослужащие в Сирии должны действовать предельно жестко и уничтожать любые угрожающие им цели. Такой приказ отдал сегодня на коллегии Минобороны Владимир Путин. Он подчеркнул, что участие в операции против группировки «Исламское государство», запрещенной в том числе в России, это для наших военных защита прежде всего своей страны. О новых вызовах и о связанных с этим задачах президент сегодня говорил подробно. Репортаж Михаила Акинченко. Товарищи офицеры! Ежегодную расширенную коллегию Министерства обороны Верховный главнокомандующий начал с оценки военной операции в Сирии. С 30 сентября самолеты Воздушно-космических сил наносят удары по террористам в этой стране. Несмотря на то, что российские войска в наземных операциях не участвуют, полностью избежать потери не удалось. В конце ноября турецкий истребитель сбил в сирийском небе бомбардировщик Су-24. Это был удар в спину от тех, кто на словах заявлял о борьбе с террористами, но на самом деле выступил на их стороне. Погиб летчик, а также морпех из группы спасения, которая была направлена к месту падения. Впредь президент приказал подобного не допускать. Мы всегда будем помнить боевых товарищей, погибших при исполнении своего служебного долга в борьбе с террором. И хочу предостеречь тех, кто вновь попытается организовать какие бы то ни было провокации против наших военнослужащих. Нами уже приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих и авиабазы. Она усилена новыми навязывениями и средствами ПВО. Все действия ударной авиации ведутся под прикрытием истребителей. В то же время глава государства призвал по возможности сотрудничать со всеми силами, которые противостоят террористам в Ираке и Сирии. Владимир Путин отметил, что понемногу удается наладить взаимодействие с некоторыми подразделениями вооруженной сирийской оппозиции. Около пяти тысяч солдат так называемой свободной сирийской армии уже сражаются вместе с правительственными войсками против общего врага и получают поддержку с воздуха и от российской авиации. Хотя война и идет в другой стране, считать ее чужой Россия все же не может. Решение о проведении операции против террористов было принято прежде всего для того, чтобы обеспечить национальную безопасность нашей страны. Боевики, в том числе выходцы из России и стран СНГ, создали в этой стране настоящий плацдарм. Их планы были очевидны – укрепиться и перенести свою экспансию на новые регионы. Действия наших вооруженных сил были синхронизированы с работой наших правоохранительных органов и специальных служб на территории самой России. Вы видите, уважаемые товарищи, что органы ФСБ практически на всей территории страны, то там, то здесь, вскрывают замаскированные ячейки различных террористических организаций, в том числе и пресловутый ИГИЛ. А выходцы из России и не только с Северного Кавказа, а из различных регионов, причём представители разных этнических групп не только принимают активное, открытое участие в боевых действиях, но ещё и бравируют своим участием в карательных акциях. Всё это прямая угроза России. И наши военнослужащие в Сирии прежде всего защищают свою страну. Как отметил Владимир Путин, российское участие уже позволило переломить ход войны. Сирийские войска от обороны перешли в наступление. В реальных боевых условиях российская армия продемонстрировала высокий уровень готовности. Это результат в том числе и многочисленных внезапных проверок, которые постоянно проводятся вот уже три года. Только в прошедших в сентябре учениях Центр-2015 приняли участие около 100 тысяч военнослужащих. Верховный главнокомандующий приказал и в следующем году продолжить эту практику. Предстоит повысить интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Прежде всего, применить одну из её наиболее эффективных форм – внезапные проверки. То есть и дальше их проводить. В ходе которых основное внимание – уделить переброске войск на дальние расстояния, созданию группировок на угрожаемых направлениях, отработки задач стратегического ядерного издерживания противовоздушной обороны с практическим подъёмом авиации, с манёврами зенитных, ракетных и радиотехнических частей. Глава государства не стал называть наиболее угрожаемые направления, но министр обороны в своём докладе говорил о непростой ситуации не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. С запада к российским границам приближается военный блок НАТО, который за последние годы пополнился 12 странами. Совсем скоро в состав альянса будет включена Черногория. Говорится о возможном присоединении Македонии, Боснии и Герцеговины, Украины и Грузии. И российская армия не может не замечать эти вызовы. Только за этот год в странах Балтии, Польши и Румынии НАТОвский контингент увеличился по самолётам в 8 раз, а по количеству военнослужащих в 13 раз. На их территории дополнительно переброшены до 300 танков и БМП. Развёртываются комплексы противоракетной обороны ИДЖИС-ЭШОР в Румынии и Польше. На территориях Бельгии, Италии, Нидерландов, ФРГ и Турции сосредоточено около 200 американских ядерных авиабомб. Предусматривается их обновление. В различных степенях готовности содержится 310 самолётов-носителей. В такой обстановке на первое место выходит задача оснащения российской армии самыми передовыми образцами вооружений. Так только в этом году на боевое дежурство заступили 6 новых полков, оснащённых новейшими ракетными комплексами «Ярс». Один из них буквально сегодня. В море вышли два новейших подводных крейсера последнего поколения Александр Невский и Владимир Мономах. Доля новых вооружений в силах стратегического назначения уже превысила 50%. Сотни единиц новой бронетехники, свыше полутора тысяч автомобилей получили в этом году и сухопутные войска. Но не забывают и, как говорится, про надёжный тыл. Особое внимание улучшению жилищных условий. Только за последние 4 года около 150 тысяч военнослужащих получили новые квартиры. И тысячи семей военных справят новоселье в следующем году. Самое главное – это проблема жилищная, которая много-много лет давлела над руководством вооружённых сил, перешла в стадию спокойного планового решения. Нет многолетних очередей, за исключением ещё небольшого круга вопросов, которые осталось бы решать по городу Москве. И в начале следующего года мы с этой проблемой тоже окончательно справимся. То внимание к российской армии и те успехи, которые она демонстрирует, не могли не сказаться и на популярности военной службы. Из почти 800 тысяч военнослужащих почти половина сегодня служит по контракту. А к 2020 году по плану две трети всего личного состава будут укомплектованы профессионалами. Михаил Акинченко, Андрей Лесных, Екатерина Яровенко, Дмитрий Запарин. Первый канал.